Любушка, здравствуй, моя хорошая. Только что посмотрела твой пост, восхитилась этой обалденной фотографией, какая же ты красивая. Но когда стала читать, я поняла, что захотелось тебя поддержать. Потому что я, как никто другой, тебя понимаю, потому что я коуч, потому что у меня огромное количество учениц, и потому что я это всё проходила. Я думаю, и ты знаешь, я вначале взяла телефон, думаю, надо Любе сейчас сказать, наговорить. Кстати, солнышко моё, включи на ускорение, иначе замучишься слушать. Это будет очень медленная речь, наверное, не знаю. А может, сейчас уже будет и лучше. Ты знаешь, я вышла на террасу, у нас сегодня такая погода тёплая, просто удивительно тёплая, а мы с мужем приехали после ресторана и что-то завалились оба спать. И я в пижаме вышла на террасу, время 8 часов вечера. Я вот так вот в пижаме, не поверишь, сидя вот на пятом этаже, разглядывая, глядя на озеро, на людей. Вначале у меня такое настроение вот-вот-вот, совсем никакое, не стоячее совершенно. И я с тобой разговаривала. Я думаю, хорошо, что я в этот момент действительно по-настоящему тебе не наговорила так много, потому что шло медленно так. Это ж я только проснулась, я рассуждала. Думаю, боже, бедная Люба, если бы она меня сейчас слушала, она бы устала меня слушать. Если бы сидела рядом, было бы всё классно, мы бы с тобой просто обнялись. Но вот так вот слушать через аудио, ещё я понимаю, что ты занятой человек, поэтому включай на громкость, на звук, на скорость солныши. Смотри, Люба, у меня очень, как сказать, меня сильно накрыло, когда я это прочитала. Я не стала ничего в комментарии писать, потому что писать много — это слишком много будет. Мало — это ни о чём, так скажем. Я думаю, я Люба сейчас наговорю, если что-то даже захочешь отсюда вырезать и вставить себе куда-нибудь, там, ради бога, делай, я вообще к этому отношусь нормально. И девочки мои тоже с удовольствием меня наговаривают. И потом говорят, Оксана, да-да-да, если хочешь, выставляй. Смотри, ученики бывают неблагодарны, это нормально. Самое главное, как мы изначально идём на это, настраиваемся. У тебя подростки, а у них характер определённый, конечно. Но когда я три года назад свою школу открывала, у меня было, знаешь, вот такое вот, такое детское-детское, такое наивное, как я сейчас понимаю, пожелание. На самом деле я, да я большой молодец, ещё уж там говорить, в плане, ну, хорошая девочка захотела мир осчастливить, да. Но другое дело потом, когда я уже поняла, что я была неправа в этих своих пожеланиях, что, ну, невозможно всех сделать учеников одинаково счастливыми, успешными, в твоём случае, значит, вокалистами, и чтобы они ещё не просто красиво пели, но они ещё известными стали, ну, естественно, что плохо тот солдат, что не мечтает стать генералом. Естественно, что они, приходя в твою школу, они, либо они, либо их родители, они хотят стать потом в будущем, может быть, певицами, да, так ведь, я предполагаю. И в моём случае ко мне приходят девушки, естественно, у всех желание быть счастлива замуж и побыстрее. Вот. И изначально, когда я школу открывала, я думала, господи, как же я хочу, ну, помоги мне, пожалуйста, чтобы 100% все мои ученицы счастливо вышли замуж. Чуть позднее, когда у меня наступило выгорание, это где-то случилось, может быть, через полгода, вот три года назад, когда я только стартовала, и где-то через полгода я, меня муж увидел дома, когда он пришёл домой, я сижу на полу в его халате, он большой халат, я так завернулась, как в одеяло в него, и сижу на полу так качаюсь, он говорит, что случилось? Я так по стенке сползла просто, я говорю, я больше не могу, I can't anymore, I can't anymore, он говорит, я не хочу, чтобы ты этим занималась, всё. Я говорю, нет, мне надо, мне надо понять, что я делаю не так, почему у одних получается, у других, значит, ну и так далее. И потом мне попадается статья одного священника, который тоже кому-то там отвечает, кто обратился к нему с таким же вопросом, что вот я хочу, там, я не знаю, мир осчастливить, либо чтобы все ученики, либо там ещё что-то, не помню. И вот он ему отвечает фразу, очень такую, которая меня просто помогла и спасла. Это называется гордыня, гордыня, потому что даже Богу не дано осчастливить всех одинаково, то есть он даёт любовь всем одинаково, а как люди её пользуются, это уже их выбор, возможности и так далее, да? Ну на самом деле выбор, на самом деле выбор, остальное можно как угодно говорить, я не могу, потому что, ой, у меня вот такие ситуации, поэтому вот я такой несчастливый, то есть нет, на самом деле выбор. И меня как отпустило, думаю, боже, как же здорово, всё, я понимаю, я даю всем одинаковую информацию, даю всем одинаковые возможности, и каждый эту возможность берёт по-своему. Кто-то приходит уже с таким вот бэкграундом очень мощным, кто-то приходит нулевой, 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 ну я, кстати, больше люблю нулевичков совершенных, потому что они прям вот благодарны, они правда наполняются, они правда благодарны. А вот есть те, кто, как вот ты написала, прям боготворят, тебя боготворят, вот такие слова говорят, а потом где-то раз, и ты узнаёшь, что двойное дно, да? Среди огромного количества учениц, когда бывают вот такие вот, как бы сказать, ложка дёгтя, кучки мёда всё равно портит, конечно, всё. И тем не менее я убрала ожидания от того, что вот все будут одинаково хорошие, благодарные, и то, что они будут говорить хорошие слова, это значит сто процентов, они прямо о тебе так думают. Я это начала в себе анализировать, и вообще я постоянно с собой работаю, я постоянно что-то прохожу, помимо того, что сама веду, ещё прохожу, и обязательно у меня психологи, у меня свои эксперты, которые мне помогают, это очень нестандартные эксперты, эксперту, который дальше-то это не понесёт. Я специально и прихожу к эксперту, чтобы с собой разобраться, чтобы понять, как мне быть в определённых ситуациях. Вот я здесь так отреагировал, права ли я, а прав ли он. То есть я вот эти ситуации разбираю. Обязательно с ним для того, чтобы у меня дальше в жизни пошло, дальше в бизнесе лучше, потому что это всё взаимосвязано. Когда мне мои подруги рассказывают о том, что, представляешь, я сегодня узнала, что моя там подруга, которая мне всегда говорила о том, что ты такая замечательная, ты такая прекрасная. И другая девочка мне сегодня сказала о том, что она про меня, ну то есть вот эта вот девочка, она про неё сказала, там ей вот такие-то вещи нехорошие. И понятно, что у этой девушки больно. И вот она мне говорит, Оксана, она же меня боготворила, она же мне такие вещи говорила. Ей в любви клялась, и всё, оказывается, она за спиной про меня. И я тогда сказала, говорю, Машенька, ты только просто пойми, что это всего лишь люди. И то, что у них у всех в головах, это не должно быть твоей проблемой. И точно так же это не должно быть моей проблемой, что в головах у моих учениц, или там даже у моих детей, даже у моего мужа. Даже муж не должен переживать, что у меня в голове, если у меня вот такая вот пошла фигня с непонятками. Мы не доктора лечить друг друга. Мы лишь любим друг друга. Но мы точно должны заранее ставить такое вот как бы себя перед фактом, что даже человек, который тебя боготворит и говорит о тебе, тебе в глаза, в лицо, как он тебя любит, и какая-то замечательная спасибо тебе за всё, у него может быть дальше в жизни где-то что-то сломаться, и он может говорить совершенно обратные вещи. Сто процентов может, сто процентов может. Не знаю, поддержала я тебя, Любушка, нет. Думаю, что, ну, во всяком случае, у меня было такое желание тебе помочь, потому что самый неблагодарный труд – это труд учителя. Ты учитель, да? Труд коуча, педагогов, кто как. Вот есть учителя, которые просто ходят в школу и просиживают штаны. Вот я, и как бы вот, ну, неважно, что они там, что там, как там дети себя ведут, поняли, дети материал или нет, им всё равно. Им самое главное, вот они пришли за этой мизерной, маляпусенькой зарплатой, ещё не хватало, они там будут вкладывать. Я считаю, что это безобразие, я считаю, что это наказуемо должно быть, что таких учителей не должно быть, но это наше образование. Что насчёт нас с тобой? Мы с тобой бизнес открыли. Я онлайн и оффлайн, да? И когда мы понимаем, когда мы понимаем о том, что этот бизнес, это не про деньги в первую очередь, это про то, что я сама это хочу. Почему? Потому что мне это нравится, мне это надо. Я через это хочу себя ещё больше понять, и я через это получаю себе большущее счастье, да? То есть я становлюсь более счастливой. А если это только лишь про деньги, вот есть много коучей, которым вообще наплевать, то есть они это всё идут как бы вот, лишь бы наплыв побольше, и там неважно, руби бабки, как говорится. Но в моём случае, так же, как и в твоём, это было «я хочу», то есть творчество, оно всегда, как правило, про любовь, про счастье. Но у человека не получится другому дать счастье, если он сам себя им не наполнит. Поэтому изначально ты школу открывала, потому что ты это любишь, у тебя это получается. К тебе стали идти люди, потому что друг другу стали говорить, рекомендовать, там, скорее всего, сарафанка очень хорошо срабатывала. И я сама у тебя была единственный раз на репетиции, и я такое счастье получила, а я всего один раз была. Люба, ты делаешь людей счастливыми, потому что ты сама себя делаешь счастливой. И вот когда ты сама себе скажешь о том, что я свой бизнес открыла в первую очередь для себя, и поэтому у меня получается делать людей счастливыми, вот тогда у тебя всё успокоится. И ты просто уже знаешь, что да, есть и такие люди, есть и такие. Я не доктор их лечить, но я всем и даю одинаково. Я убираю ожидания того, что все станут одинаково хорошими вокалистами, либо одинаково все меня будут боготворить так, как они об этом говорят. Нет, сегодня боготворит, завтра что-то у него по настроению не так, либо там в его характере, либо в его воспитании. И ты ничего с этим сделать не можешь и не надо. И ты, самое главное, оставайся, пожалуйста, счастливой внутри себя. И ты большущая молодец, что ты это делаешь. И как бы это пафосно ни звучало, ты делаешь мир счастливее. Именно мир, потому что от тебя идёт капля счастья. И я точно так же, как бы это пафосно ни звучало от меня, однажды я сама себе призналась, я человек скромный, и тем не менее, у меня это получилось. Получилось себе сказать, что Оксана, ты молодец, ты делаешь мир счастливее. То есть каплю, вот я каплю какую-то даю, да, вот одна пара стала счастливой, вторая ещё там, не знаю по счёту какая. И я знаю, что может быть, да не может быть, а сто процентов у них, в их жизни тоже будут какие-то трения, что-то там между ними будет. Пока там наладится, пока устаканится эта жизнь. Но это нисколько не умиляет того, что это мой результат. Это благодаря мне они встретились. Благодаря тебе кто-то запел. Благодаря тебе я однажды получила вот этот счастливый день, когда я пришла, когда я, во-первых, с тобой познакомилась, во-вторых, когда ты привела меня к себе в офис, когда я попела, когда ты мне помогала. Я была счастливой. Поэтому, Люба, твоя капля счастья в мир, это уже ты делаешь мир счастливее. Не целый мир, а кого-то. И каждый человек, который делает, свою каплю вносит, но только обязательно через себя. То есть сначала он понимает, что он это может этим поделиться, потому что он этим наполнен. Если не наполнен, тогда речь идёт только о деньгах, которые не принесут ему счастья. А вот когда человек наполнен тем, что у него есть, этим он делится. И, конечно же, ему возвращается это всё деньгами, благодарностью, боготворением. Может быть, кто-то и так говорит, и так говорит по-разному. То это вот как раз о осчастливливании мира через осчастливливание себя. Поэтому, Любушка, я тебя очень люблю. Я тебе очень благодарна. Я тебя поддерживаю. Я тебя понимаю со всех сторон. Понимаю. Мне очень нравятся твои посты. Мне нравится твоя мудрость, твоя открытость, твоя красота, твои фотографии. Ты знаешь, Наташа мне как-то сказала, Наташа Эртель, вот мы с ней вместе жили, и к тебе приходили на шопинг. Она мне говорит, ты знаешь, девчата, мне звонят, она же моя ученица, и со мной было шесть моих прекрасных девочек. Она говорит, мне девочки звонят и спрашивают, ну как Оксана? Она какая вообще по-настоящему? А по-настоящему-то она какая? Она правда, что ли, вот прям вот такая, вот как она на встречах? Вот такая вот вся правильная, но такого же не бывает. Вот такая вот вся вот прям, вот так вот разговаривает, прям вот по-честному, прям такая вот правильная. Наташа говорит, а я им прям расскажу. Да, она прям такая. А мне так интересно со стороны слушать. Потому что очень полезно на себя со стороны смотреть. И невозможно всеми глазами себя увидеть. Да, это и не нужно, но это полезно. Полезно увидеть себя с глазами учеников, потому что ты даёшь им вот эту вот каплю любви, ты даёшь им вот эту каплю, либо море знаний своих, да, вот всё, что у тебя есть, ты от сердца это несёшь, как ты это несёшь, я это на себе испытала, сколько в тебе энергии. Я же вот когда заболела уже после дефиле и потом уже на сцене, на репетиции вернее изначально, я так тебе сказала, Люба, я буду рядом, потому что меня качало, я уже прям понимала, что я не понимаю, когда где лево, где право, не то, что там, когда Максим говорит, так, сейчас идём быстро, так всё, у кого-то получается быстро, а мне бы сообразить, где право, где лево. И ты была рядом, плечом к куличу, и постоянно мне говорила, так, Оксана, направо, так, сейчас развернулась, так, сюда, вперёд, так, за мной, Оксана, куда пошла, так, за мной, вот это всё меня здорово помогало. Ты знаешь, у меня вот этот период, он стёрся с памяти, уже потом, когда мы уже выступали на сцене, вот правда, что-то какими-то обрывками идёт, мне так грустно от этого, ну, потому что, да, потому что было вот это вот состояние болезненное. Ну, я насколько тебе благодарна, что благодаря тебе я там на сцене выстояла, когда я выходила в твоём платье петь, выступать с этой вот песней, которую я репетировала с тобой и выступала в твоём же платье, когда я на репетицию не попала к Тане вместе с детишками. И я уже, когда выбежала на сцену, Таня говорит, всё, репетиция закончилась, Оксана. И я понимаю, что или мне отказываться от номера, что делать, он говорит, нет, 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 бери себя в руки, бери себя в руки. Потом Таня забегает в нашу костюмерную, Оксана, ну ты как, справишься? Я говорю, Таня, да я сделаю, не переживай. Она говорит, да я не переживаю, ты сделаешь. И я тогда помню так, вот этот момент я помню, я ещё так сама себе сказала, я сделаю. Но когда я вышла на сцену, я забыла слова, вот просто. Я начала петь, я перепутала первые слова, я помню, у меня момент был такой, сразу уйти со сцены. И я понимаю, на меня смотрят восемь пар моих ещё учениц, которые ещё приехали поддержать меня, поддержать других девушек. Восемь пар глаз с восхищением смотрят, я не имею права это сделать, и вдруг я вспоминаю слова. Вот прям тут же я пропела одну и ту же строчку два раза, это мало кто заметил. Я потом об этом пост писала, прям даже как по Фрейду получилось, что прям вот такие слова, что это же не просто, я спела два раза, это же не просто, просто полюбить чью-то душу. Хотя в песне пелось наоборот, наоборот, что легко. И я её спела без надрыва, как ты мне сказала, спокойненько, ровненько. И ушла со сцены, и вот сейчас как раз, вот я вчера этот пост выставляла, или позавчера, уже не помню, я снова её прослушиваю, эту песню. Вот веришь, нет, я эти моменты с трудом вспоминаю. Это было как будто бы что-то не со мной, потому что вот было вот такое вот состояние. Благодаря видео и фото я это всё вспоминаю. Вот особенно, когда мы ещё на следующий день поехали на яхте, Люба, вообще всё отрезано. Как будто в моей жизни этого не было. Я помню, как я на яхте спустилась вниз, вот на цокольный этаж, потому что думаю, я может там отсижусь как-то, девочки там вверху фотографируются. Мне вообще ни до чего. Я какая-то как тень просто, с короной на голове, все такие с коронами. Я думаю, я там прилягу, я там найду где-нибудь место. Смотрю, там кто-то лежит. Кристина тоже болеет, тут наша ведущая, Тиночка наша, Тина Риск. И она, Оксана, это вы хотите лечь? Я тут сплю. Хотите со мной? Я говорю, хочу. Я к ней там туда заползаю. И в результате мы с ней, вместо того, чтобы поспать, вот это вот я помню. О чём говорили, не помню. Видимо, каждая в своём одновременно. Каждой надо было что-то выговориться. И потом уже я слышу, что нас попросили подняться, пофотографироваться. Там я уже интервью дала. Это потому что у меня в записи осталось. Это я уже помню. Потом мы с тобой записали интервью. Это тоже осталось в видео, поэтому я вспомнила, что оказала тебе. Там какие-то слова. Благодарности от чистого сердца. Но я это не помню. Но на видео я это вспомнила. Люди, мы все разные. Мне нравится сравнивать людей даже не по той картинке, что обычно говорят, что заходят в вагон. Люди зашли, какие-то с тобой долго проехали, какие-то вышли. Мне больше нравится сравнивать с планетами. Каждый человек — это отдельная планета. И вот через какое-то время мы параллельно летим. Такие вот две планеты. Ну, вот Люба и Оксана, например. Одна планета Люба, другая планета Оксана. Третья планета Светлана. И так далее. Где-то параллельно, где-то пересечёмся. Где-то столкнёмся, оттолкнёмся, полетим в каждую свою сторону. Где-то, наоборот, слипнемся какое-то время, может быть, вместе. Это так же, как муж и жена, либо детки. Но всё равно все отдельные планеты. Вот настолько мы все разные. И ожидать, что однажды кто-то сказал нам вот такие слова учитель, ученик, вернее, учителю, сказал, как же я вам благодарен. И что это он по жизни будет нести. Кто-то будет, кто-то нет. То есть вот этот момент, когда он сказал, этот момент надо просто взять, в нём согреться и отпустить его. Без всяких ожиданий. Не бояться того, что этот человек может потом где-нибудь сказать по-другому. Прямо вот кардинально по-другому. Это его выбор, но это не про тебя и это не про меня. Вот всё, что по-другому, либо всё, что с благодарностью, либо хорошие слова, либо плохие, либо никаких слов. Некоторые вообще ни о чём не говорят. Это не про учителя, это про самого ученика. И точно так же мы сами у нас тоже были когда-то учителя, есть учителя. Всё, что мы им когда-то говорили, это мы про себя, это мы от себя, это мы то, что чувствуем, говорим этому учителю, потому что мы в этом учителе увидели себя, какое-то отзеркаливание, какую-то пользу. Но когда ученик становится успешнее, счастливее и так далее, в зависимости, какая школа, то это как раз и слуга учителя. Но если ученик говорит это от обратки, что да вообще-то это я сам хорош, что там этот учитель, да, то это как раз он говорит о себе. Это его воспитание, это его мировоззрение, это его вообще ощущение мира. Это всё он, это всё про него. Вот и всё. Всегда знай, что ты осчастливливаешь мир, что ты несёшь в мир лучики счастья вот этого волшебства, вот этот твой голос, вот это твоё преподнесение того, как ты это делаешь, преподношение, как правильно сказать, то есть как ты это преподносишь, что вот аж просто вот с замиранием тебя и слушать хочется за тобой, повторять хочется, хочется спеть, ну пусть даже не так, но хотя бы что-то приближённое. Хочется просто вместе с тобой спеть, потому что вместе это получится действительно классно. Я не вытяну, ты подтянешь, и это будет такой дуэт классный. Я про это. Вот и всё. Я тебя люблю, Любушка. Обнимаю всем сердцем.